Привет, я Дарья Позняк, мы продолжаем наш курс и сегодня я хочу более подробно поговорить про шею. Это важный момент, потому что никакой портрет не будет хорошим портретом, если мы не наметили шею, хотя бы легонько. Поэтому, если тем более шея сильно проявлена, то ее лучше показать. Итак, начнем. Я легкой линией, как обычно, намечу. Что еще хочется, на что обратить ваше внимание? Пожалуйста, не рисуйте портрет от куска. Не начинайте рисовать отдельно глаз или отдельно нос, если мы рисуем всю головку. Сделайте сначала легкий набросок. Сделайте легкий набросок всего изображения, легкой линии. Вы можете его особо подробно не прорисовывать. Вы просто попробуйте, посмотрите, садится ли оно у вас в лист, так как вы запланировали. Разместите. Не обязательно досконально все прорисовывать. Но каждый раз, когда вы рисуете, например, шею, мы разбираем, пририсуйте к ней голову, пусть схематично. И количество всегда переходит в качество. Чем больше вы нарисуете, тем лучше у вас будет результат. Одна теория ничего не значит отдельно от практики. То есть всегда, всегда нужна практика. Как бы хорошо вы не знали теорию, практика всегда нужна. Более подробно про ключицы и все остальное строение тела, плечи, шеи и так далее мы будем разбирать на другом курсе по обнаженной натуре. Но сегодня, тем не менее, мы поговорим про строение шеи. Итак, смотрите, я сделала легкий набросок. Теперь я залью плоскости, которые точно будут теневые. Вот этот треугольник под подбородком. Он точно будет в тени. Боковина. Помните, мы с вами разбирали шею, что вот тут впереди есть площадка, есть здесь боковая площадка. Я залью здесь боковую площадку. Но также помните, что даже если мы разбираем шею, вы рисуете это уже на броске, а не сейчас, когда мы утрируем, не очень сильно ковыряете. Не очень много давайте вот этого разбора, особенно на нежных женских шейках, молодых. То есть это могут быть даже у детей не надо ковырять. Если молодые совсем мальчики, тоже у них не нужно ковырять. Вы сразу сделаете страшный-страшный портрет. Старайтесь поэтому проявлять это там, где нужно. Или намекать. Итак, смотрите. То, что мы уже разбирали с вами, у вот этой передней области есть передняя часть и боковая. Боковую мы закрыли тоном. Потом идет мышца от уха вот сюда, ключица. У нее есть передняя часть, есть боковая и задняя. Вот эту всю группу мышц мы каждую отдельную мышцу не прорисовываем. Мы делаем ее на плоскости. То есть вот эта плоскость обращена к свету, вот эта плоскость начинает заворачиваться. И также момент, что шея в основании, она эллипс. Из нее растет цилиндр, цилиндр шеи. То есть в основании вот этот вот эллипс, он помогает вам выделять объем. Так, и вот здесь, конечно же, у нас будет еремная ямка. Теперь другим цветом давайте я проявлю немножечко подробнее. Чтобы вам лучше было видно. Прорисую подбородок. Вот, значит, передняя часть, боковая часть. А передняя часть этой мышцы, боковая, задняя. И вот с этой стороны возникает точно такая же мышца, только мы от нее видим вот эту переднюю часть. Вот эту часть мы не видим, она туда заворачивается. Но мы начинаем видеть вот эту часть, которая вот здесь не видна. Но, тем не менее, высоту вот эту мы видим. И она тоже уходит в тон. То есть, смотрите, верхняя световая, боковая. И вторая боковая, сзади, которую мы не видим. Соответственно, вот эту вот вертикальную мы тоже вводим в тон. Вот это место, в принципе, недалеко от еремной ямки. Его можно посадить в тон. Хуже от этого не будет. И скула вот здесь всегда приходит к уху. Строение головы такое, что вот эта вот наша скула приходит к уху. Не теряйте этот момент. И не забывайте, пожалуйста, делать общий набросок. Не рисуем. Не рисуем отдельно детали. Кроме тех моментов, где мы отдельно прорабатывали. Нос, ухо и так далее. Если есть возможность нарисовать какие-то окружающие элементы, пожалуйста, рисуйте. А с вами была Дарья Позняк. И до встречи на следующих уроках.